Добрый день дорогие друзья, с вами архивная революция и я Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях военный историк, кандидат исторических наук Алексей Валерьевич Исаев. Алексей Валерьевич, приветствую вас. Здравствуйте. Мы сегодня продолжаем работать на удаленке, потому что ограничения еще не сняли. Но мы полны оптимизма, да Алексей Валерьевич? Да, это нам не мешает продолжать работать, тем более сайты память народа продолжают работать, слава богу. Много здоровья тем, кто их поддерживает и помогает даже в эти тяжелые моменты смотреть, что происходило на разных фронтах. Да, отлично. А теперь сегодня мы к чему перейдем? Я так понимаю, 45-й год продолжаем. В комментариях довольно разумно спросили, а что Бреслау. Я считаю, что про Бреслау стоит сказать, опять же, ввиду того, что Бреслау, он хорошо сравнивается с Берлином. И с Берлином именно в том плане, что насколько велик был успех Берлинской операции и быстрота штурма именно Берлина. И точно так же хорошо сравнение с Познанием. Есть несколько городов-крепостей, которые немцы обороняли по так называемому приказу номер 11 Гитлера от марта 44-го года. И вот Бреслау был самой крупной крепостью. Его судьба показывает, насколько сложно на самом деле было штурмовать крепости. И как многое зависело и от соотношения сил, и от, можно сказать, фактора человеческого фактора, и вообще от усилий, которые прикладывались к штурму города. Поскольку Бреслау был и большим городом, и штурмовали его долго, и город реально просто сдался. И это опять же к вопросу о том, стоило, не стоило штурмовать Берлин. Вот Берлин проштурмовали, и после этого действительно стали обвально сдаваться все узлы сопротивления немцев. И в устье Вислы, и Бреслау, поскольку перспектива того, что его удастся быстро взять, она, собственно, была, прямо скажем, весьма туманная. А так началась вся история аж в феврале 1945 года. Бреслау вообще, это столица такого региона Силезия, и по иронии судьбы, именно через Бреслау шли войска в 1939 году для нападения на Польшу. Бреслау, стены Бреслау, ныне это польский город Вроцлав. Они видели и нападение на Польшу. Вообще, рассматривая судьбу Бреслау, конечно, нельзя не вспомнить про нынешнюю Польшу. И у меня вообще такое складывается впечатление, что вот эти вот все крики о том, что вот нас обидели, нам ударили в спину в 1939 году, они для маскировки того, какой большой подарок получила Польша в 1945 году. В лице огромной территории, включая и Силезию, и вплоть до Одера, и Данцик, который стал Даньском. То есть, реально для того, чтобы иметь лояльного союзника, Сталин уже в 1945 году, причём даже не спрашивая союзников, своих союзников, то есть, американцев и англичан, коллег по большой тройке отдал Польшу большую территорию. Именно, чтобы иметь лояльного союзника, который будет благодарен за эту территорию. Но вот, как показала практика, про это предпочли забыть в новое время. А так, город Бреслау, он был крупным промышленным центром Германии. И это тоже сказалось на его судьбе, именно в плане того, что он стал большой и прочной крепостью. Так, если, например, Познань, там в основном были предприятия эвакуированные из западных районов Германии, то Бреслау, он сам по себе был сильным промышленным центром, в котором очень многое могли делать сами. Там, например, делали, кстати, полугусеничные тягачи, о которых я регулярно поминаю, когда мы обсуждаем механизированные соединения Красной Армии и Вермахта в 1941 году. А так, Бреслау начали готовить как крепость летом 1944 года. Уже стало понятно, что фронт приближается к границам Германии. Но, естественно, тогда подготовка была, прямо скажем, чисто формальная. И главный вопрос был в сентябре 1944 года, это вопрос эвакуации жителей. Надо сказать, что был такой у них артиллерист, генерал-майор Краузи, которого назначили комендантом Бреслау, то есть начальник гарнизона крепости Бреслау. И он сразу предложил вполне прагматично, давайте эвакуируем жителей. Потому что реально, если смотреть даже с абсолютно циничных позиций, то жители будут только мешать. И практика, она показала именно это. И я имею в виду обороны Бреслау. Потому что Бреслау, в силу того, что остались жители, там и преступность росла, и прямо скажем, самого разного рода негативные явления были. Ну, понятно, что про них не любили вспоминать те, кто возвеличивали Бреслау во всяких весёлых картинках с героическими гитлерюгендами. Там есть картинки, я обязательно подскажу. Ну, может, конечно, их не стоит брать, но какой-то можно. Это я бы сказал, даже чисто посмеяться. Про то, что как гитлерюгенда отбивается от монголов. И вот, естественно, все эти негативные явления не поминались в этих всех эпичных сказаниях об обороне крепости. Но они реально мешали. И об этом прямым текстом рассказывали пленные. В том числе и начальник гарнизона, уже другой, не Краузи. А Краузи предложил, давайте эвакуируем вглубь страны 200 тысяч жителей города. Там всех стариков, больных, всех вывезем. И Гауляль Тарханке, один партийный лидер, он ответил ему так, что фюрер прикажет меня расстрелять, если предложу это сейчас в момент глубокого мира. Сентябрь 1944 года. Глубокий мир. Фронта 300 километров. При этом вот этот партийный функционер, он, что называется, боялся сильно и пугался, что скажет фюрер. И тем самым эвакуация жителей Брислава, которая была вполне реальной в тот момент осени 1944 года, на неё, прямо скажем, положили болт. И если сравнивать, например, со Сталинградом, Сталинград хотя бы были объективные предпосылки. То есть, нужно было там через переправу гнать там российскую хозяйственную технику. И события развивались очень быстро. Как бы от момента, как, что называется, создалась угроза Сталинграду, до момента, когда надо было вести эвакуацию, оставалось очень мало времени. А здесь сентябрь 1944 года. Можно было в полигонных условиях даже пешком людей, в конце концов, погнать. Но это сделано не было. Это, опять же, два мира, два детства. Это сравнение напрашивается. А когда началась Веслогерская операция, естественно, фронт стал стремительно приближаться. На дворе февраль 1945 года. И в этот момент гуляет Арханки и говорит, а вот теперь пошли. Теперь, как говорится, женщины, дети взяли вещички и пошли. И они пошли, естественно, по снегу, по морозу. И куча народу банально было поморожено. И остались на дорогах, идущих из Бреслау на запад. Таким образом, вот этот ролик... Фильм «Послезавтра» вспоминается. Да, да. Вот реально была погода, прямо скажем, холодная. И ввиду нарастающего кризиса топлива, опять же, вспоминаем, что в сентябре 1944 у немцев этот кризис начинался. А в феврале он был уже, что называется, на пике. Поэтому даже перевозки войск были затруднены. Поэтому можно прямо сказать, что Ханки... Я сразу проспойлерю, что Ханки убили в мае 1945 года. Достаточно бесславная была кончина. Но этот человек реально виновный в том, что было угроблено большое количество жителей того города, гуляйтером которого он был, точнее, гуляйтером области Силезии. Но, тем не менее, своим чередом шла подготовка к обороне. И поскольку город был большой, опять же, в отличие от Познани, Бреслау не был сильно разбавлен польским населением. То есть, в Познани, вот когда мы обсуждали Познань, там была, собственно, проблема ещё национальная. Что много народу в городе было, этнические поляки, Конечно, кто-то из них попадал в фолькштурм немецкий и сражался, так сказать, с повязочкой дочи фолькштурм. Но реальная национальная проблема, она препятствовала созданию многочисленного фолькштурма. Бреслау был совсем другой песней. И он здесь больше похож на Берлин. В Бреслау настрогали 38 батальонов фолькштурма. Общей численностью аж 15 тысяч человек. Они там и сидели. В городе Бреслау и ждали своего часа. Прислали в Бреслау некоторое количество крепостной артиллерии. Но это были всякие антикварные пушки. Включая югославские, итальянские. В общем, на самом деле прислали всякий мусор. Откровенно говоря. И больше толку было от артиллерии, которая оказалась в отошедших в Бреслау частях вермахта. Там приближался фронт. Бреслау, он был обойдён Красной армией с двух сторон. Бреслау не стали брать в лоб. Это связано было в том числе с условиями местности. Потом, когда будут штурмовать город, попытаются его атаковать, в том числе с севера в лоб. Ну, как в лоб. Когда это окружённая крепость, это уже не в лоб, а просто удар по периметру. Ну, особо успеха это не имело. В феврале 1945 года советские войска, войска 1-го Украинского фронта с двух сторон обходят город, соответственно, с запада, с востока. И 13 февраля 1945 года замыкается котёл вокруг города Бреслау. В окружение попадает не менее 60 тысяч человек. Реально больше. И поэтому гарнизон Бреслау действительно был очень многочисленным. С чего исходят оценки численности гарнизона Бреслау? Начинать надо всегда с количества пленных, которые сдались в Бреслау. 46 мая 1945 года сдались без малого 45 тысяч человек. Это включая 6 тысяч пленных. Это означает, что с учётом немалых потерь немцев в ходе штурма города, продолжавшегося с февраля по конец апреля, явно в городе было не меньше 60, а то и 70 тысяч человек с оружием в руках. Поскольку были в том числе и разного рода военные предприятия, недостатка в оружии не было. Первым комендантом боевым, то есть том, который, собственно, участвовал в обороне города, стал такой полковник Ханс фон Альфен. Дело в том, что генерала Краузи освободили от обязанностей по болезни, пневмонии. Нет, то есть сейчас это звучит в условиях ковидлы. Мысль мелькает, а не ковидла ли это была. Но это всё, что называется, особенность нашего времени. Так просто по болезни освобождается, назначается полковник Ханс фон Альфен. На самом деле не особо боевой деятель. Совершенно не сравним с отмороженным полковником из Познани, которого быстро произвели в генерал-майоры. А так ему достался гарнизон, который был на самом деле не очень хорошо подготовлен. Ну, понятно, что человек, оказавшийся в сложной ситуации, первым делом распечатывает первый конверт, начинает валиться на предшественник. Но, тем не менее, Альфин достаточно разумно сказал, что у меня там нет нормального штаба, недостаточный уровень организации крепостных войск, плохое вооружение. Ну, в общем, всячески жалился. Но, тем не менее, первую атаку удалось отбить. Ну, и на самом деле, войска 1-го Украинского фронта не особенно и хотели сходу штурмовать город. Его оставили на потом. Предпочитали продвигаться дальше вперёд. А сам город Бреслау попал в сферу деятельности 6-й армии генерала-лейтенанта Глуздовского. Я бы так сказал, что в каком-то мере, можно сказать, что это было наказание, не наказание, но, по крайней мере, ему заставили разгребать вот эту вот проблему Бреслау, хотя тогда ещё было не особенно понятно, чего ждать. И проблема была в оценке численности гарнизона. Так-то Глуздовский, он получил такие, ну, не то чтобы прям негативные отзывы, но определённый такой негативный опыт, и, что называется, опыт неудач в оппозиционных боях 43-го, 44-го года на Западном фронте. Он там командовал 31-й армией, с неё был снят, опять же, в связи с работой вот этой вот комиссии ГКО. Но, тем не менее, нельзя сказать, что это было прям наказание. То есть, скорее, даже Глуздовскому дали возможность реабилитироваться, и вот эту вот возможность реабилитироваться, он изо всех сил старался как-то себя показать. Ну, и нельзя не сказать, что именно тогда, в момент замыкания кольца вокруг Бреслау, трагически погиб такой известный наш лётчик, как Иван Семёнович Полбин, на тот момент генерал-майор авиации, 11-го февраля, как раз над Бреслау, его Пе-2 был сбит и упал на окраине Бреслау, и генерал погиб. То есть, такая вот трагическая гибель, можно сказать, незадолго до победы. Командир корпуса, дважды Герой Советского Союза. Да, и вот дважды Герой, по-моему, вместе с ним вылетал штурман корпуса. То есть, люди с большим опытом, с орденами, медалями, но случайность, именно роковая случайность, стрельба зениток, она, в общем, лишила нас такого, прямо скажем, хорошего и грамотного командира, не дожившего буквально нескольких недель до конца войны. Бреслау окружили, и возникает вопрос, а что с ним дальше делать. Если открыть мемуары Ивана Степановича Конева, он так достаточно пренебрежительно высказывается, что конец войны был уже не за горами, я считал, что предпринимать штурм Бреслау нет никакой необходимости. Раз нам не удалось сходу в первые дни взять этот город-крепость, дальнейшие постоянные атаки были излишни. Надо было держать город под прицелом, и время от времени напоминать немцам ультиматумами, что положение их безнадежное, и выхода у них нет. То есть такая нарисована картина, благостная, что сидят советские бойцы по периметру города Бреслау, что называется, курят махорку, и периодически засылают парламентёров. Это, конечно, картина, не имеющая никакого отношения к действительности, поскольку реально город пытались брать многократно. То есть несколько раз предпринимались достаточно серьёзные попытки штурма города именно с целью высвободить войска. То есть всё же целая армия, шестая, которая могла пригодиться тому же Коневу как в боях под Берлином, так и, опять же, например, для затыкания горловины котла Хальбе, ну и в конце концов для того, чтобы помочь полякам взять Дрезден. Но в реальности это, к сожалению, не получилось. И Конев, он, так, я бы сказал, выдал желаемые за действительные. Один на один с гордом оказалась вот эта армия Глуздовского, которая, естественно, практически сразу, уже в конце февраля, начинает город штурмовать. Что из себя представляла армия Глуздовского? В эту армию входило на тот момент 6 дивизий. Это, на самом деле, немного. Достаточно сказать, что 3-я ударная армия, которая штурмовала Берлин, участвовала в штурме Берлина. В ней было 9 дивизий в начале операции, 11 дивизий в разгар штурма Берлина. Ну, под финал штурма Берлина на 1 мая 1945 года. А у Глуздовского было всего 6 дивизий, ну, это первоначальный состав, это именно 20 февраля. И 77-й укрепрайон, которым он обложил север Бреслау, где, кстати, были укрепления еще времен Первой мировой войны. То есть, в отличие от Познания, в Бреслау не было всяких этих антикварных фортов. Но были укрепления времен Первой мировой войны, которые построили на случай, если, что называется, русская императорская армия придет в Силезию. Они не понадобились, но, в общем, их сохраняли в готовом состоянии. Численность стрелковых дивизий армии Глуздовского на тот момент колебалась от 4300 до примерно 5100 в среднем, а максимальная численность – это 5500 человек. На самом деле, не самый худший показатель для 20 февраля 1945 года, чего было мало, это было мало самоходок. То есть, было всего 8 боеготовых ИСУ-152, и вот с этими боеготовыми, 8 боеготовыми тяжелыми САУ пошел в бой. Пошел бой Глуздовский. Заранее были разданы войска указания о формировании штурмовых групп. Не следует думать, что не были готовы морально и материально к тому, чтобы штурмовать город по полной программе. Предполагались штурмовые группы численностью, точнее, штурмовые батальоны. Предполагалось атаковать город 10 штурмовыми батальонами, каждый из них усиливался двумя самоходками или же двумя орудиями Б-4. То есть, такой был, что называется, равноценным считали, либо дать две самоходки, либо дать два орудия Б-4, эти сталинские кувалды, которые будут бить вдоль улицы. Давали на каждый батальон два орудия 152 мм, батарею 76, сапёрную группу разрушения, разграждения. Группу обязательно в Глуздовске, опять же, дал приказ, группа с трофейными фоспатронами. Трофейных фоспатронов было завались, их использовали в количестве тысяч штук, и не стеснялись прямо указывать в отпечатанных типографским способом указаниях о том, как штурмовать город. Кроме того, были такие группы разрушения сапёра, которые таскали до 200 кг взрывчатки, потому что было понятно, что современный город. И, надо сказать, ещё были карты, но карты устаревшими. И когда вышли на окраины, говорили, что на карте у нас тут пустырь, обозначенный, от нас требуют его быстренько взять, а тут целый индустриальный район с несколькими заводами, и что вы от нас требуете его взять там за 4 дня. Но, тем не менее, реально хотели сначала взять Бреславу за 4 дня. Чем это объяснялось? Тем, что недооценивали численность гарнизона. То есть, предполагалось, что численность гарнизона примерно 12-15 тысяч человек. Как мы знаем, реально там сидело минимум 60 тысяч. И вот эти вот 6 стрелковых дивизий пошли на... Заметим, 6 стрелковых дивизий. Средняя численность пусть 5000 человек. Ну, да. Атакуют город, в котором сидит 60 тысяч человек. Ну, пусть, конечно, часть из них фолькштурма вооружённые очень убого там. Но при этом были боеспособные части. Бреславу довольно так интенсивно описывался. Он считался таким, что город сам сдался. Что он, так сказать, всячески оборонялся. И поэтому довольно неплохо он расписан в литературе. Тем более, что сдался многочисленный гарнизон. Немало было выживших. И они писали свои воспоминания. Я не нашёл, к сожалению, не смог найти, прочитать. Но, может быть, кто-то из наших зрителей читал и сможет, так сказать, поделиться впечатлениями. Есть такое произведение художественное «Небо под ногами». И якобы оно посвящено в художественной форме обороне Бреславу. Поэтому описывали много. И нам как бы известно, что есть... Были именные полки в городе. Такой полк Велес, персонал Люфтваффе. Воевал плохо. Более боеспособный был такой полк Морт. Но это, как правило, по имени командиров. И был у них такой, так сказать, отряд отборных головорезов. Это такой полк Бесселяйн эсэсовский. Понятно, что в вермахте в 1945 году все были перемешаны. В том числе был вот этот вот полк Бесселяйн эсэсовский, который занесло практически случайно в этот город Бреславу. И он его оборонял. Ну и в итоге штурм Бреславу. Первый штурм начался 22 февраля. На следующий день, как мы знаем, пала Познань. И вот, как говорится, передавая эстафету от города в город, начали штурм Бреславу. Бреславу сразу штурмовали с использованием артиллерии 280 мм. То есть, в отличие от Познани, которые не сразу подвезли тяжелую артиллерию, а подвезли только там через две недели после начала штурма. С самого начала Бреславу штурмовал 315-й артиллерийский дивизион особой мощности, который интенсивно стрелял по городу тяжелыми снарядами. Причем вот это вот саги про гарнизон Бреславу, который, что называется, выдерживал штурм монголов. Там рассказывается про бронепоезд, что был импровизированный бронепоезд с какими-то там зенитками. Город промышленный, естественно, зениток было много. Но надо сказать, что использование их было довольно бестолковым. То есть, оценивали достаточно низко использование именно зениток. Они были здоровы, их быстро выбивали, их там пытались прятать баррикаду. В общем, толку от зенита было мало. Пытались сделать бронепоезд. И вот как раз бронепоезд, судя по, опять же, отчетности дивизиона особой мощности, как раз заткнули снарядом 280. То есть, его на какой-то статичной позиции накрыли обстрелом вот этих снарядов 280 мм. И больше он не появлялся. То есть, он тоже как бы в этой всей легенде про Бреслава рассказывается о том, как он, что называется, отражал атаки. А потом он исчезает со стороны из повествования. Скорее всего, это говорит о том, что действительно заявка наших артиллеристов о том, что они его приговорили снарядом в пару центнеров, он соответствует действительности. Пал жертвой монголов и азиатов. Да, да. То есть, там как бы пошли. И в отличие от других городов, я сравнивал с другими городами, Познань, даже Берлин, Бреслава сильно отличается тем, что в его штурме активно использовались именно зажигательные средства. И они были весьма эффективными. То есть, возможно, это опять же специфика города. Потому что город Познань, он опять же не застраивался, может быть, в 20-е, 30-е годы. И поэтому в нём такого эффекта, либо этот эффект был менее ярко выражен, либо вообще не было. И главный эффект, который производил просто неизгладимое впечатление на гарнизон, это использование огнемётов. Огнеметно-зажигательных средств. И стали, просто поджигались целые кварталы, и защитники их оставляли. Как бы совершенно определённо пишет комендант о том, что огонь стал нашим самым страшным врагом. Поджигают квартал, и мы его вынуждены оставить. Оборона не клеилась. Естественно, наши бойцы стали это дело развивать. И надо сказать, что с самого начала пошли всякие импровизированные средства. Одним средством был так называемый ампуломёт, точнее, бутылкомёт Новодворского. Это был командир сапёрного батальона, который из гильз 76 мм сделал бутылкомёт. Причём, делал, на самом деле, он больше всего был похож на миномёт-полтинник. То есть, гильза с возможностью наведения по вертикали. Чёрным порохом выбрасывалась бутылка, и выбрасывалась она на дистанцию аж 700-800 метров. Чтобы представить себе масштабы событий, использовалось на участке наступления сразу 60-70 таких бутылкомётов, ампуломётов, которые выстреливали тысячу бутылок. И летит, значит, в сторону немцев тысячи бутылок, за какое-то время подготовки, поджигает всё, что может гореть. И, кроме того, использовались трофейные фауз-патроны тоже с фантазией. Поскольку так-то у него дальность стрельбы 30 метров, попал в препятствие, сразу сработал, а тут наиболее эффективно это оказывает зажигательное средство. Что делали пытливый русский ум? Вынимали взрыватель, засовывали бутылку КС прямо в эту башку Фауста, и под большим углом стреляли, и, собственно, этот фауз-патрон летел на большую дистанцию и поджигал. Дальность выстрела, естественно, возрастала 150-200 метров, точность была совершенно не нужна. Долетал Фауст, ну, что происходило, дальше понятно. Он попадал, бутылка разбивалась, бутылка КС, самовоспламеняющаяся, и всё начинает гореть. И, естественно, вот этот огненный шторм вполне позволял продвигаться по улицам города. При том, что соотношение штурмующих и обороняющихся было, прямо скажем, неблагоприятным для Красной Армии. Ну, естественно, принимались и более традиционные средства. Ещё, что, как бы, так вот впечатлило из-за использования в Бреслау, это движение по подвалам. Подрывали стены подвалов и шли вдоль обеих сторон улицы по подвалам. То есть, бам-бам-бам, подрываем стены, идём по стенам подвалов. Соответственно, когда подрывается стена, в подвал летит куски бетона, кирпича, всех там выносят вместе с ударной волной. Кого не вынесли, тех там добивают гранатами. И так проходили по нескольку десятков подвалов. Причём, комбинировали это с движением сверху. То есть, были выгоревшие кварталы. Соответственно, одна группа идёт сапёров сверху и подрывает сверху. То есть, если натыкается на какое-то сопротивление, подрывают подвал, хоронят в нём защитника и двигаются дальше. И вот комбинировали движение по подвалам с движением вот по верху. Немцы попытались в ответ применить танкетки «Голиаф». Но без особого успеха они там натыкались на столбы. В общем, подтвердилась практика Варшавского восстания, что «Голиаф», конечно, сомнительное оружие в городе при всей там теоретической эффективности. В менее, один эпизод был, когда «Голиаф» действительно подорвал дом и погибло сразу 40 красноармейцев. То есть, это был, пожалуй, самый тяжёлый удар от «Голиафа» за всё время штурма Бреслава. Но надо сказать, что столкнувшись с «Голиафами», наши бойцы сразу задумались. Ага, «Голиафы». Неподалёку на складе нашли «Голиафы», стали на них тренироваться и использовали уже в следующем штурме. А так, штурм постепенно всё же останавливается ввиду того, что немцы перебрасывают резервы внутри города, тем более на тот момент они сохраняли аэродром. Аэродром «Гандау», он был в западной части города и 25 февраля им подбросили сразу 20-ю-пися-два с парашютистами. То есть, это были, естественно, не ветераны Крита, а как бы из персонала «Люфтваффа», возможно, что называется, неудачливые лётчики. И «Альфин» сразу бросает в бой этих парашютистов, они тоже стабилизируют положение. То есть, сопротивление усилилось, решили, что-то у нас как бы не клеится, давайте отложим. И, соответственно, штурм на время сворачивается и готовится следующий. И сразу прям видно по разведсводкам, что стали более реалистично оцеливать численность. То есть, если 20 февраля считали, что противостоит всего 18 тысяч человек, то 27 февраля, то есть, в разгар штурма, уже 30 тысяч человек. При этом отчитались, что дохватили 700 пленных. Ну, видимо, опросом пленных пленные стали так давать прикидочные данные, но всё равно, как мы сейчас понимаем, ошибка была в два раза. То есть, думали, что штурмуем 30 тысяч человек в армии Глуздовского, 30 тысяч немцев без тяжёлого оружия, ну, фактически без тяжёлого оружия. Оказывается, что всё гораздо хуже, что практически идёт штурм при соотношении сил 1 к 2 в пользу немцев. Естественно, при этом Конев был не сильно всем этим доволен, тем, что у него целая армия, пусть 6 дивизий, 6 дивизий, но всё равно 6 дивизий, это 6 дивизий, и они могут оказаться очень нужными в нужное время, в нужном месте. И он строчит сообщение с товарищу Сталину лично, и говорит о том, что, причём, 2 марта Конев называет практически правильную цифру, и то заниженную. У нас город Бриславов, пишет он товарищу Сталину, шифры телеграммы особой важности, в нём сидит 50 тысяч человек, опять же, ошибся, то есть, пока окончательно недооценивают, пожалуйста, бомбить его непрерывно днём и ночью авиации дальнего действия товарища Голованова бомбами крупного калибра. На самом деле, с товарищем Конем сложно поспорить. Полонично, Но, откровенно говоря, Бриславов был далеко на периферии, на южном фланге, и товарищ Сталин оказался глух к просьбам командующего первого Украинского фронта, по крайней мере, я не нашёл никаких следов какой-то переписки в документации о том, что его действительно бомбила авиация дальнего действия города Брислава в каких-то товарных количествах. Может быть, там один налёт был, но не более того. Бомбили Данцик, Свинемюнда, Брислава нет, не бомбили, хотя, откровенно говоря, стоило бы, потому что, на самом деле, самым, так сказать, тяжёлым что сбрасывали, это как раз были вот бомбы пешек, то есть, скорее всего, сотки, ну и даже снаряды 280 мм были как бы потяжелее. Наступление застопорилось, и на самом деле, конечно, впечатления людей от штурма были такие, я бы сказал, не самые радужные, я вот специально смотрел на I Remember, то есть, я вообще люблю на сайте Я Помню искать по топонимам, то есть, когда рассматриваешь какие-то сражения, поискать, кто там в Познании воевал, ещё кто-то, и на I Remember есть такой старший лейтенант Белик, командир роты огнемётного батальона, и он, дневник, у него дневник, и там пишется, что проклятые немцы сражаются, как обречённые сражаются военные, гражданские мужчины и женщины, насчёт женщин, честно говоря, никаких подтверждений нет, дерутся за каждый дом, этаж, комнату. Тем временем возникает конфликт между Альфином и, соответственно, Гоулейтером, Гоулейтер в Ханке предлагает построить аэродром на стадионе, у нас там, когда про это пишут, воспоминания, просто пишут там, или даже немцы, когда идёт повествование про оборону крепости Бреслава, они его так называют деликатно стадион. На самом деле стадион был Германа Геринга. Более смешное название было трудно придумать, то есть, что, как бы, стадион Германа Геринга, возникает эпическая картина таких боровов комплекции Геринга, которые неспешно бегут по дорожке вокруг, или сидят на трибунах с большими, так сказать, кружками пива, вот этот вот стадион Германа Геринга, ну, на самом деле такой современной постройки бетонной, и там у него был рядом лук, такой фрисский лук, как его называли, и там захотели построить аэродром. Хотя Альфин был всего-навсего полковник, но он, как бы, головой соображал и говорил, сейчас весна наступает, этот лук у вас превратится в болото. Гулятор Ханки уперся рогом и говорил, что нет, давайте там строить аэродром. И в итоге два медведя в одной берлоге не ужились и заменили Альфина на Нигафа. При этом надо сказать, что вот этот вот новый комендант крепости, его прислали 5 марта, он был, конечно, более серьезным дядькой, чем Альфин, у него был за плечами опыт Восточного фронта с июня 41-го года, командовал целой пехотной дивизией, командовал во времена Украины 43-44-го года, попадал в котел Хубе, Альфин, он стал генералом, его назначили уже когда он стал фактически комендантом Бреслава, то есть это было такое чисто формальное назначение, и вообще говоря, Нигов был еще и там человек награжден, он не так давно получил мечи Крыцовскому Христу, то есть в общем в целом более такой серьезный персонаж, хотя они были ровесниками, оба 1897-го года рождения, ну и естественно Нигов позднее на допросе прямо говорил, он попал в плен, сдался, то есть с белым флажком, есть в делах 6-ой армии его фотография лично шестующего в группе с белым флагом, и он прямо написал, что меня сменили, потому что полный подшественник мой совершенно непригодный, был офицер инженерных войск, ничего не шурупил, дурак дураком, и вот еще опять же на допросах в советском плену люди были предельно откровенными, цитата, кроме того его упрекали в недостаточном умении держать себя и склонности к чрезмерному алкоголизму, то есть умеренный алкоголизм, он видимо считался окей, то есть это как бы чуть-чуть поддавать, как известно... Ну за обедом рюку выпить-то, господи! Да, то есть модуль, то что там периодически хорошо заливал заворотник, это окей, а тут видимо чрезмерно алкоголизм, то есть видимо наверное до потери человеческого облика, то есть при всем том, что некоторые нововведения справедливости ради надо сказать, что хоть Альфин выставляется некомпетентным алкашом, но возможно он как бы тоже был человеком, периодически какие-то у него были периоды просветления, он придумал такую вещь, которую Нигов приписывает себе, но реально первый прецедент он идет четко в конце февраля, это подрывы домов, то есть Нигов он это все творчески развил, но начал все это как раз вот инженер Альфин, это такой практика, когда наша штурмующая группа врывается в дом, и этот дом взрывает, при этом закладывают, поскольку Бреслау был городом промышленным, и в том числе там были и, насколько я понял, я честно говоря не нашел как завод назывался, какой фирме он принадлежал, но судя по всему там было что-то связанное с производством взрывчатки, боеприпасов, то есть может они заливали куда-то взрывчатку, у них было много взрывчатки, и они использовали во-первых большие заряды взрывчатки в домах, кроме того они немцы придумали такую вещь как бы припасы объемного взрыва, промышленный город, баллоны с ацетиленом, с кислородом, газ распыляется в подвале и подрывается, то есть естественно дом складывается, все мы знаем из новостей по телевизору, что происходит когда происходит взрыв газа в доме, все это естественно применялось Бреслау, жители уходили вглубь из атакуемых районов, но на самом деле конечно Нигов не был прям человеком, который все только сидел на идеях предшественника, он простроил нормальную систему резервов, то есть него были вот есть такие регулярно фоточки мелькают этих всех велосипедистов с хвост-патронами, то есть велик, к нему прицеплены двух хвост-патронов, понятно, что под Берлином против так сказать атакующих танковых армий это было ни о чем, но в Бреславе это работало, вот эти вот велосипедисты, которые носились по улицам, так сказать, перекидывались на атакуемый участок с хвост-патронами, оно работало, и заслуга Нигов было формирование во-первых нормальной системы резервов, и как бы полностью не забивать передний край и выводить тем самым людей из-под ударов артиллерии, потому что понятно, что когда гвоздят снаряд 280-миллионцев, там мало кто живет, а так Нигов и то, что он придумал, вот это действительно было большим шагом вперед, и послужило выживаемости крепости Бреславу, это построение системы, как я ее назвал, домов призраков, как до этого происходило дело, закидывали районы бутылками, огнеметами, все горело, и гарнизоны сваливали, город постепенно, постепенно, но занимался Красной Армией, Нигов сделал так, он оставлял ряд домов в квартале, при этом понятно, что был большой город, кварталов много, и можно было эту схему тиражировать, на мой взгляд, это применимо даже в наши дни, то есть, я так сказал, что в Сирии тоже, наверное, такую штуку можно делать, дома, которые выжигаются сознательно, первый ряд, следующий ряд, дома обрушены, то есть, обрушение происходит следующего ряда домов, и третий ряд как раз является истинным передним краем, соответственно, вот эти выгоревшие дома, которые к тому же держатся уже еле-еле, они простреливаются с домов истинного переднего края, и из дотов, оборудованных вот этих разваленных, полностью обваленных домах, то есть, получается такой вот заборчик, дома-призраки обваленные, и дома, которые заняты соответственно и пулеменчиками, и снайперами, и вот это уже начало работать, вот это стало работать, это стало неприятным сюрпризом, когда действительно врываются в дом, и либо он даже может быть сам начинает обваливаться, либо его простреливают насквозь, то есть, все комнаты простреливаются из следующего ряда домов, либо его сознательно подрывают, и следующий штурм, он оказывается уже большой проблемой, кроме того, попытались использовать очень эффективными оказались легкие и тяжелые пехотные орудия, которые могли стрелять чуть ли не вертикально, там стрелять на соседнюю улицу, естественно, Ханки, как гуляйтер, там обратился наверх и сказал, пришлите мне эти тяжелые пехотные орудия, ему их снарядили в тяжелых планерах, все планеры угробились, то есть, естественно, снабжение старались предотвращать зенитками, использовали радары, причем радары и ленд-лизовские наши, и из, по-моему, им послали штук, чуть ли не 10 этих тяжелых пехотных орудий с расчетами, с боеприпасами, на 20 планерах, долетел один, поэтому прорывались только отдельные самолеты, но, причем, к вопросу о моральном состоянии, там были самострелы, потому что, так сказать, гарнизон Бреслава прекрасно понимали, что если самоподстрелиться, можно на самолете улететь куда-нибудь, конечно, люди могли это куда-нибудь потом оказаться на улицах Берлина, но об этом они не думали, и вот эта вот практика, они с ней тоже всячески боролись, поэтому не следует думать, что вот этот вот гарнизон, он был прям цельный и весь прям как каменный, сдаваться сдавались, не в больших количествах, но сдавались, тут был, конечно... А планер торчащий это в Бреславу как раз, да, из дома? Планеры пытались сажать вот на этот фрисский лук и на аэродром, а так в основном летали Ю-52, и есть фото из Бреслава как раз-таки убитых Ю-52, поскольку был аэродром, понятно, что было проще и тяжелые планеры посылать, наверное, какие-нибудь там ГОТы или еще какие-то, то есть здоровые сундуки, так вот, да, вот я глянул, сейчас отправил, значит, в Бреславу было 15 орудий, вот этот ЗИГ-33, попытались прислать еще восемь, и долетел только один. Ну, и на самом деле, откровенно говоря, это спасло немалое количество солдат Голуздовского, потому что, если бы прилетели восемь, да еще с боекомплектом, это было бы, конечно, проблемой. А так, у Бреслава было в небольших количествах бронетехника, но были самоходки Ягдпанцер-4 с длинными пушками, которые аналогичны по баллистике орудию Пантеры, но без набалдашника, без дульного тормоза. Вот их наши идентифицировали как Пантеры, но это были, конечно, не Пантеры, это были просто самоходки. Как я уже говорил, зенитки пытались использовать, но довольно бестолково шло дело, разбирали даже зенитные автоматы, то есть растаскивали фирлинги, раскручивали, и тело орудия 20 миллиметров его ставили на станок самодельный. Ну, опять же, большие промышленные мощности, и могли какие-то станки там варить, что называется, на коленке что-то там изображать. Ган-траки. Да, ну вот, с транспортом там было плохо, поэтому на великах носились, ну, опять же, с горючим было плохо. Артиллерии, в общем-то, не хватало боеприпасов, в общем, в основном, конечно, воевали вот такими методами, как я описал, с домами-призраками, с фостпатронами, еще такой был у немцев еще приемчик, конкретно Бреслава, они постоянно контратаковали, то есть, это вот, опять же, Нигов их заставлял контратаковать, и это, конечно, тоже придавало устойчивость обороне. Ну, в целом, по улицам медленно, но верно двигались, следующий штурм, он был, немцы его называют пасхальным, то есть, от 31 марта, причем, попытались использовать в том числе и вот эти вот захваченные Голиафы, но без особого успеха, хотя один из там опорных пунктов с помощью Голиафов взяли. Город приобретал все больше черт такого Западного фронта без перемен, всякие средства маскировки немцы использовали, всякие вот эти вот сеточки на шлемы, наши всякие вот эти самодельные бутылкометы, я считаю, что апофеозы, ну, помимо вот этого промышленного бутылкомета, я не знаю, как это выглядело, к сожалению, фото в документах нет, даже рисунка, умудрялись как-то обжимать гильзу 76, обрезанную, на дульном тормозе противотанкового ружья. Получался такой мощный бутылкомет, которым стреляли стандартной гильзой с уменьшенным зарядом, то есть просто высыпали часть пороха, либо даже может там заменяли порох, это как бы опять же умалчивается, и стреляли бутылками вот из этих ПТР-ов, то есть это было такое вот реально, что называется, такие вот реалии народного творчества, и это, конечно, позволяло как-то пробиваться, то есть штурмовые группы использовали в том числе, ну, стандарта была вот эти вот 300-миллиметровые Андрюши с прямой наводки с подоконников, то есть, естественно, фоги всячески применялись, так что штурм города, он все больше напоминал вот этот вот Западный фронт без перемен, и тут вот, опять же, перекличка с Берлином, использование противокумулятивных экранов, как я утверждаю, продолжаю утверждать, они были неэффективными с практической точки зрения, но в Бреслау они показали себя как психологическая защита, о чем идет речь, когда двигалась самоходка, обвешанная этими экранами, немцы думали, а он, наверное, ему бесполезно стрелять, они пытались стрелять сверху, естественно, не попадали, потому что по движущейся цели, в том числе угловое перемещение, оно большое, они пытались стрелять с верхних этажей, их там выносили снайперами, оказывалось такое средство, можно сказать, информационной войны, не побоюсь этого слова, но в итоге, надо сказать, что силы армии Глуздовского таяли, он получал пополнение по остаточному принципу, поскольку находился на второстепенном направлении, уже там 20 марта его дивизии насчитывали там от 300 до 400 человек, то есть реально сильно просели, больше чем по тысяче каждая, попытка переносить направление удара успеха не принесла, с севера попытались штурмануть март, раскисло, все едут вдоль дороги, что называется, не взлетало, машины просто, даже ИСы застревали, хотя ИСы в общем достаточно сильные ходовой части, но успеха это не принесло, в итоге у Глуздовского эти ИСы забирают и они отправляются уже штурмовать Берлин, надо сказать, что в начале апреля очень интенсивно пошло вот это вытаскивание войск у Глуздовского именно под Берлин, потому что Конев попытался вот этим пасхальным наступлением решить все радикально, радикально не получилось несмотря на достаточно серьезные усилия и на самом деле такую творческую подготовку достаточно сказать как опять же люди берегли, как сделали хоть сообщение для того, чтобы перебегать одну из улиц, улица пересекли ее, захватили несколько домов в квартале, сама улица простреливается с двух сторон, каждый раз через нее бегать это что называется русская рулетка есть человек навьюченный еще боеприпасами там какое-нибудь оружие наконец-то ящик взрывчатки он может и не добежать и сделали просто у нас заасфальтированная улица но у нас много взрывчатки в итоге пробили 30-ти метровый ход сообщения через улицу в котором ходили практически в полный рост просто поперек улицы он был сверху ширина 2 метра внизу 80 сантиметров и по нему ходили естественно немцы не видели даже перемещающихся поперек улицы вовсю использовали вот эти вот средства подрыва и домов и баррикад но тем не менее опять же ввиду соотношений сил дело дело шло не быстро я не понимаю 160-миллиметровый миномет они пытались использовать нет вот 160-ток насколько я знаю не использовали очень мощно использовали именно только огнемет зажигательные средства вот таком как бы практически чудо-оружием значит бутылок КС за март было использовано почти тысяча штук 9 тысяч штук бутылок БГС ну это видимо такие причем считалось что КС они более эффективные ну и там 1600 термитных шаров то есть в общем-то очень активно использовали все возможные зажигательные средства ну и всю осаду работало орудие 280-миллиметров но тут 160 минометов не было то есть я не видел ни в боевом численном составе ни в отчетности о том что расходовали 160 то есть может быть это помогло но так на самом деле много было домов с бетонных достаточно такой современной постройки и оно конечно было довольно тяжело если как бы опять же что представили себе масштабы штурма за март 45-го года войска 6-й армии израсходовали 5 миллионов патронов интенсивность боев за год можно себе представить 5 миллионов патронов винтовочных то есть 7.62х54 4 миллиона автоматных 6 тысяч противотанковых гранат в Рашиловский килограмм то есть вот эти вот бои они действительно шли в большом о прошу прощения 160-миллиметровые мины были все же были и расходовались вот отчета подразделения которых металла я не нашел но вот в ведомости расхода боеприпасов есть мины 160 но вот в отчетах не поминаются поэтому у меня вот как-то так отложилось что их не использовали то есть их как-то ни восторженных ни там сдержанных никаких отзывов не было ну наверное мало было просто ну на самом деле израсходовали вот за март израсходовали 1700 мин но это ну не так мало конечно в сравнении например 120-миллиметровых мин использовали 25 тысяч 203-миллиметра гаубичных расстреляли больше двух тысяч там 152-миллиметра расстреляли там почти 6 тысяч выстрелов был большой еще натрел трофейных выстрелов там 26 тысяч 105-миллиметров то есть были артиллерийские подразделения на трофейной матчасти они конечно стреляли ну потому что было понятно что это не особо уже пригодится потери за март были довольно большими то есть 2700 человек убитыми всего вместе почти 13 тысяч человек то есть это конечно поздно штурмовали более интенсивно за месяц потеряли там 4400 как я уже говорил ну вот Бреслава 2700 человек безвозвратных потерь это конечно немало потеряли 5 из 2 6 из 3 4 3 СУ-122 1 из СУ-152 безвозвратно еще какое-то количество подбитых в общем бронетехника использовалась не очень интенсивно последний такой заход был на штурм это попытались свежим пополненным полком ИСУ-152 прорваться на новом направлении очередная атака была с запада взяли аэродром тем самым лишили гарнизон Бреславу снабжение по воздуху и попытались ударить с запада на восток причем там как раз течение реки изгиб реки так что хотели ударить выскочить до моста захватить мост на ИСУ-шках и тем самым прям целый район съесть а захватив мост продвигаться дальше ворваться в центр города план на самом деле толковый но конечно сопротивление гарнизона все же недооценили в итоге ИСУ-152 это 18 апреля то есть 16 апреля начинается Брелинская операция через два дня последняя попытка взять Бреславу штурму и 18 апреля несутся вперед эти ИСУ встречают очень сильный огонь десанты с них соскакивают ИСУ уходят в глубину и к сожалению все эти самоходки были уничтожены немцами либо фаустами либо вот этими самоходками с орудием как у пантеры по крайней мере есть воспоминания того кто воевал на Ягдпанцер 4 и он утверждает что он участвовал в этом бою и там он подбил самоходку то есть явно участвовал советскую самоходку скорее всего комбинированными действиями и это конечно было очень таким неприятным ударом не удалось вот этот план реализовать броска до моста и прорыва в центр города когда дошли до моста уже что называется обычными средствами мост немцы взорвали и фактически ситуация была патовая но тем менее готовились к штурму собирались штурмовать в мае то есть был готов план и остановил все на самом деле падение Берлина кроме того надо понимать что Брислав он снабжался с аэродромов в районе Ютеборга это под Берлином к югу от Берлина когда взяли район Ютеборга снабжение по воздуху прекратилось так оно было худо-бедно что-то сбрасывали из срочно необходимых боеприпасов по продовольствию у Брислава были колоссальные запасы они просидели реально два с лишним месяца на подземных складах Брислава то есть них еды было много при том что население не эвакуировали население на самом деле разлагалось то есть там чтобы себе представить что-то было это в тылу у немцев были обороняющихся был пир во время чумы это конечно все разлагало из самих части гарнизона но Нигов поняв увидев что пал Берлин причем характерная фраза Нигов на допросе а то есть этот допрос в нашем новом проекте German Dogs in Russia он есть переведенный на русский Нигов он очень откровенно я был поражен что так быстро пал Берлин в общем логично при том он как он разработал вот эту всю хитрую схему с домами призраками там всевозможными там фишками плюшками как обороняться использовали скажем пупхины таким чудо-оружием гарнизона Бреслава стали противотанковые пупхины они весили 120 килограмм их легко таскали по этажам зданий поэтому они стали такой вот неприятным противником хотя бронетехники было мало и в основном они естественно использовались против атакующей советской пехоты ну и Нигов был соответственно поражен вот этим быстрым падением Берлина стало понятно что все заканчивается и тут у него появился значит вот этот вот Ханки который был как бы гуляйтером таким что называется прошу прощения за резкое жаль прибабахнутым и он говорил держаться до конца там фюрер приказал как мы можем и после этого Нигов делает ему предложение от которого тот не смог отказаться он сказал Ханке у меня есть Физлершторх он спрятан в заводском районе я меняю Физлершторх вы господин Ханки отсюда валите с глаз моих долой а я делаю что хочу Ханки сказал конечно мы же джентльмены мы идем на это соглашение Ханки садится Физлершторх драпает из Бреслау причем как бы никого не сообщает текает из Бреслау но его потом пуля нашла причем он переоделся в одежду значит простого солдата его банально где-то там в Чехословакии пристрелили значит Нигов как говорится да и Нигов он сам не планировал текать может быть и планировал но он понял что лучше сплавить этого сумасшедшего куда-нибудь подальше с русскими я и так разберусь и буквально Ханки улетает рано утром 5 мая Нигов отправляет значит гонцов с белыми флагами к Глуздовскому договариваются с Глуздовским о сдаче и 6 мая Бреслау капитулирует сдались как я уже говорил 45 тысяч человек включая 6 тысяч в госпиталях значит что касается общих потерь надо понимать что в общем обошлось это конечно дороже Познани и всего было потеряно безвозвратно на улицах Бреслава то есть советские потери они составили 7 тысяч 700 человек безвозвратные потери и это конечно не так мало но с другой стороны штурм шел небольшими то есть 6 дивизиями периодически они происходила их ротация и конечно это в целом это конечно такие потери чувствительные но тем не менее нельзя сказать что там что называется погибли какие-то огромные что называется что там погибли там десятки тысяч это конечно всякие заявки немцев о том что они там что называется поубивали десятки тысяч человек это все разумеется ерунда а так то что гарнизон насчитывал много народу то есть реально в нем было где-то 60 а то и 80 тысяч человек это конечно еще и количество собранного вооружения то есть оно в принципе как бы соответствовало было захвачено 230 орудий и минометов но в основном конечно они уже были не им не было боеприпасов 21 танк и самоход понятно что частично это было неисправное из каких-нибудь ремонтных мастерских но тем не менее 21 боевая машина и 21 боевая машина то есть явно из этого что-то использовалось ну и подводя итог надо сказать так что конечно на гарнизон Бреслава и против Глуздовского сработала недооценка первоначальная численности гарнизона то есть если бы с самого начала было понятно что там сидит 60 тысяч человек наверняка бы задействовали может быть более крупные силы но я бы так сказал что если бы против Бреслава задействовали нормальную там армию может быть с гвардейскими дивизиями численностью там где-то 110-120 тысяч человек я думаю что его бы взяли уже в феврале в начале марта по крайней мере до прибытия Нигов с его так сказать идеями с домами призраками вот как появилась вот эта новая тактика против нее нужно было конечно придумывать какие-то альтернативные методы борьбы и строго говоря их конечно до конца штурма не придумали поэтому Бреслава был такой крепостью которая сдалась которая сдалась а не была взята штурма но опять же это произошло в том числе потому что никаких важных дорог она не перерезала понятно что если бы она мешала Коневу перебрасывать войска для берлинской операции против нее бы выделили те же самые вот эти 110 тысяч человек собрали бы может пару армий и Бреслава бы раздавили даже там при Нигафе но так когда на отшибе с одной стороны хочется его штурмануть а с другой стороны сил каких-то жалко хотя опять же слова Конева о том что я его не штурмовал они не соответствуют действительности к сожалению то есть Конев он так сказать лукавит что он не пытался его взять ну и на самом деле было бы странно если бы он не пытался взять и не использовать эти шесть дивизий для каких-то своих дел и может быть они помогли там под Баутсоном под так что вот это вот все напоминать немцам ультиматумами это все конечно с документами никак не бьется но закончилось все 7 мая в 22.00 когда Москва салютовала войскам овладевшим Бреславлем как его называли 20 артиллерийскими залпами с 220 орудий так закончился история крепости Бреслава все понятно Алексей Валерьевич ну а вот такое оценочное как бы суждение может быть все таки и не стоило тогда вот после первого неудавшегося штурма февральского вот этого остановиться и все таки продолжать работать как-то в основном артиллерии и действительно какие-то ультиматумы засылать в гарнизон периодически ну это было бы тоже вариантом но я бы так сказал что первый украинский фронт он отодвинул линию соприкосновения с противником не так далеко от Бреслава и проблема заключалась в том что Бреслава не только к себе кого-то приковывал он еще заставлял строить заслон на пути возможного удара деблокирующего поэтому Коневу можно понять что он попытался решить проблему в несколькой итерации именно тем что а если я уберу оттуда войска оставлю там уры то есть как делали например в Устье Вислу там обложили все урами и они там сидели эти сто тысяч человек их ну так можно сказать не трогали а здесь если обложить урами то вот эта толпа народу 50 тысяч человек да если еще удар извне и опять же напомню Баутса апрель 45-го года достаточно сильный контрудар поляки бегали если эти же силы Барняковского бросить на деблокирование Бреслава если там нету нормального заслона он может и деблокировать а это в общем-то пощечин за это ну может быть как бы Конева не снимут но головы могли полететь поэтому Конев пытался решить две проблемы то есть город который натягивает на себя войско плюс необходимость держать заслон на случай деблокирования а так Бреславу взяли после этого можно заслон убирать потому что ну и чего вы сделаете ну пойдете вы в наступление что как бы будет удар бессмысленным так что Бреслав он был такой как бы с занозой неприятно надо было с ним что-то сделать и конечно тут еще было связано с тем что параллельно шли операции верхняя селезка нижняя селезка у Конева просто на все не хватало сил и это не было кости в горле вот как Познань Познань она была костью в горле поэтому как бы товарищ Жуков хлопнул кулаком после он сказал взять и Чуйков он взял а тут как бы с одной стороны и заноза с другой стороны вот не так что прям вот давит поэтому хоть и штурмовали но так вот как-то ни шатка ни валка возможно конечно какое-нибудь противоядие могли придумать еще что-то может быть опять же что-то бы получилось с теми же самоходками с этим прорывом потому что это могло прям привести очень важно в штурме вот в таких объектах это иной раз психологически гарнизон расшатать вот когда они почувствуют что к ним в тыл прорвались они бы возможно посыпались и стали бы массово сдаваться опять же учитывая первовремя чумы среди гражданского населения то есть гарнизон Бреслава он был такой на грани может быть вот 18 апреля при лучшем стечении обстоятельств могло и сыграть но вот к сожалению так вот десант попрыгал самоходки перебили и последняя попытка Глуздовского она не сыграла ну а нам наверное еще это все в плане таком интересно с такой стороны посмотреть что вот это вариант того что в Берлин отходит большая масса боеспособных соединений именно и как его потом штурмовать да да вот если бы в Берлин тоже отошла масса народу а не фолькштурм потому что в Бреславу все же фолькштурма было 15 тысяч на 60 тысяч гарнизона и конечно в основном были достаточно боеспособные части которые формировали там была пехотная дивизия которая не успели пощипать заранее и вот это все вместе оно усилило гарнизон и Бреславу показывает насколько грамотным были вот эти совместные действия Жукова-Конева отсечь крупные силы боеспособных войск от Берлина так Берлин мог превратиться в такой же неспешный штурм как Бреславу но этого удалось избежать и соотношением сил и тем что от Берлина отсекли всех кого только можно со всех сторон поэтому Берлин пал за 10 дней вот как было бы при плохом варианте нам Бреславу показывает такая миниатюра такого тестового случая который показывает что будет если грубо говоря на гарнизон Берлина в 200 тысяч человек будет штурмовать там 400 тысяч двух фронтов у них понятно будут дела идти хуже чем как в реальности 400 против 100 из них большая часть фолькштурн и вот такой вот расклад он кстати с Данцигом правда ситуация была проще там не был окружен он как бы был там просто прижат к морю его Рокоссовский так сказать штурмовал более быстрыми темпами а Бреслава вот он оказался такой вот крепостью на отшибе которая сумела удержаться в том числе за счет всяких там фишек плюшек и промышленной базы Алексей Валерьевич ну что могу сказать спасибо огромное как всегда познавательно интересно нет слов приходите к нам еще обязательно все будет друзья ну что до новых встреч спасибо большое Алексею Валерьевичу всего самого наилучшего спасибо спасибо Продолжение следует...